МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лиза Токтамышева с детства сразу было видно, что это очень удаленный прыжковый ребенок. Прыжки были великолепные, высокие. Поэтому они съездили как-то на Белгород на соревнования. Ее там заметил Алексей Николаевич и пригласил к себе. Сейчас Лиза в достаточно хорошей форме. У нее были проблемы перед прошлой Олимпиадой. Там с весом она не смогла справиться. И поэтому, я считаю, она не смогла отобраться в прошлую Олимпиаду. Сейчас она делает тройной аксель. Но не очень стабильная. Я думаю, поэтому у нее не все получается в этом году. Следующая наша ласточка, которая засветилась на российских первенствах и так далее, это была, получается, Наталья Агарельцева. Наталья Агарельцева занималась у меня. Она переехала в Санкт-Петербург тоже в группу к Алексею Николаевичу Мишину. Но не справилась с подростковым возрастом. До этого у нее были хорошие результаты. Она даже на этапы Гран-при в Мексику ездила, занимала второе призовое место. В общем, хороший результат. Она выполнила мастера спорта и сейчас до сих пор катается на этапах Кубка России. Алиса Лоско. Алиса Лоско очень артистичная, с шикарными вращениями девочка. Она каталась в прошлом году, даже попадала в юниорскую сборную России, выступала на чемпионате России успешно. Сейчас она выступает в шоу Евгения Плющенко. Алина Загитова успешно выступает уже два сезона подряд. Стабильно достаточно. И отбирается в сборную. Я считаю, что она сейчас с Евгением Медведевой одна из основных конкуренток на попадание в Олимпиаду. Алина постепенно развивалась, скажем так, в своем таланте. Она очень всегда артистично хорошо каталась, но не сразу ей прыжки удавались. Но постепенно, работая над собой, она добилась вот таких прекрасных результатов. Развиваем и национальные виды. В Устиновском районе на УАЗе 32-й женской школы прошел отборочный турнир по тег-регби в рамках подготовки к всероссийским спортивным играм школьников. Среди мальчиков победу праздновала команда 71-й школы среди девочек 49-й. Всего в турнире принимали участие 80 ребят из пяти школ города. Ну а любители пляжного волейбола нашли место и время поиграть в свою любимую игру и провели ночной турнир. Команд собралось немного, но это никого не смущало. Организатор Евгений Шумилов говорит, это только начало. В Ижевске открылся зимний зал для пляжного волейбола. Находится он на пойме. Там настоящий речной песок. И победителем этого старта стал дуэт в составе Кирилла Ворончихина и Евгения Шумилова. Следующий старт 25 ноября. Хоккеисты из Штали посетили школу 256, в которой учатся слабовидящие дети. Команду представляли вратарь Филипп Толганов и нападающий Константин Рыжов. Как сообщает пресс-служба команды, урок спорта прошел в виде матча викторины. Дети были рады такому общению, а хоккеисты получили позитивный заряд. Они с радостью занимались с детьми общей физической подготовкой, пели, общались. 26 ноября в России будут отмечать День матери. Этот календарный праздник стал традиционным для многих ижевских спортсменок и тренеров. Кто-то его отметит в этом году в первый раз, а кто-то уже в девятый. Как, например, чемпионка мира по пауэрлифтингу, а также мама трех малышей Татьяна Королева. Главнее всего погода в доме. Вот уже девять лет живет под таким девизом чемпионка мира по пауэрлифтингу Татьяна Королева. Мама трех малышей – Александра, Максима и Алисы. Есть в семье еще собака и кошка. Такой вот очаг Татьяна хранит, учит, заботится, воспитывает. Сейчас особенно у них такой возраст. То есть они могут и обидеть, и укусить. И старшие, например, уже какие-то словечки там говорят, да, младшие, которые могут обидеть. Научить, во-первых, друг друга уважать, защищать всегда, да, не бросать. К людям относиться, с добротой. Научила этому Татьяну мама Наталья Анатольевна. Она всегда была примером нежности, заботы и доброты. О ней – самое лучшее слово. Заботливая, во-первых. Любящая. Внимательная. Может, даже слишком. Старшая Саша девять лет. Она играет, танцует, рисует. Двое младших, Максим и Алиса, еще маленькие. Любят мамины сказки перед сном. И они все заботятся друг о друге и учат друг друга добрым делам. Татьяна старается, чтобы каждый ребенок чувствовал себя любимым, нужным, значимым. Но уделить все внимание в самом сложном материнстве, признается она. Помогает справиться с этим супруг Эдуард. По совместительству и тренер Татьяны. Говорит, характер у нее сильный. У нее там на троих характерах хватит, на самом деле. Так она выглядит девочкой-дюймовочкой. А так это в интерьер. Лучший подарок ко дню матери для Королевой – здоровые дети. Их веселые, счастливые лица. Вырежу сердечко, маме подарю. И скажу словечко – я тебя люблю. И информация для поклонников волейбола. 25 и 26 ноября в зале технического университета пройдет очередной тур чемпионата страны среди мужских команд высшей лиги. Волейболисты из ГТУ «Динамо» на своей площадке будут принимать Ханты-Мансийский клуб «Юкиор». Начало игр в 6 часов вечера. Вход свободный. В субботу и воскресенье поклонников Королевы спорта ждут в зимнем манеже, где пройдет розыгрыш наград первенства Удмуртии среди юношей и девушек 2003-2004 годов рождения. Начало в 13. В это же время в спортзале «Динамо» определяют сильнейших участники республиканского турнира по карате. А в 4 часа в 9-й спортшколе пройдет командный чемпионат Удмуртии по русским шашкам. А через несколько минут с гостями нашей студии мы поговорим об успехе женской футбольной команды «Торпеда», которая стала серебряным призером первенства России. Напомню, что программа создана при поддержке Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии.